доброго времени суток youtube сегодня я хочу рассказать про свои покупки для дома они были сделаны конечно не сразу в течение последних нескольких месяцев потихоньку потихоньку набиралась я решила что наверное стоит рассказать о них поподробнее если вам интересно пожалуйста оставайтесь со мной итак первое о чем я хочу рассказать это вот такой вот чайник фирма называется сакура он совсем недорогой честно говоря у меня уже есть один чайник от компании по-моему тефаль да тефаль он тоже зелененький и мне он не могу сказать что мне нравится больше просто он уже старенький и он пластмассовый а пластмасса как известно при нагревании все-таки выделяет вредные вещества этот чайник из нержавеющей стали что мне еще у него нравится это вот такой датчик температуры потому что по нему можно следить на каком этапе можно выключить его чтобы соответственно получить ту или иную температуру для чая либо для кофе что мне еще у него нравится но он автоматически конечно тоже сам отключается цвет очень такой жизнерадостный и весенний и еще мне нравится что он такой пузатенький в принципе на этом наверное его преимущество для меня лично заканчивается потому что мне не очень нравится что у него очень тяжело открывается крышка можно конечно через носик наливать но даже сейчас я я ее еле открыла собственно говоря внутри он чуть больше чем внутри он чуть больше чем мой предыдущий обычный пластмассовый чайник но у меня что-то подсказывает что этот чайник будет совершенно недолговечным вот и хотя он металлический но часть детали у него пластмассовая и соответственно он наверное может прослужить не сильно долга следующая покупка для дома это вот такая свеча это эко лайт свеча от компании супра про посуду компании супра я рассказывала вот в этом видео если хотите можете посмотреть вообще у меня несколько видео на эту тему есть собственно говоря это светильник такой это не совсем свечка но мигает он очень и очень натурально у него такая такое дрожание как у настоящего огонька он работает от батарейки соответственно его можно выключить или включить по собственному там желанию сделано здесь на донышке магнит и он не не вываливается то есть если вы вдруг перевернуть решите сам плафончик то соответственно он никуда не вывалится сам плафон сделан из матового такого хорошего толстого стекла и он смотрится достаточно дорого и в принципе можно поставить и такую вот эко свечу на стол чем хорошо если вы тянетесь через нее вы никогда не обожжетесь но она создает опять-таки очень такую красивую хорошую рам атмосферу стоит что-то в районе 300 с небольшим рублей то есть это совершенно недорого и служить она будет долго только нужно не забывать менять периодический элемент еще небольшая покупка это вот такие вот пиалки можно сказать к сожалению почти все пиалки от моего сервиза от компании luminarc разбились осталось по моему одна или две штучки их стало просто катастрофически не хватать я попыталась найти такие же с ирисами по моему у меня или ирисы но в общем неважно вот но к сожалению в магазинах объездив практически весь город я не нашла ничего подобного просто решила взять похожие пиалки они немножко большего размера но они собственно говоря немножко похожи цветами на мой сервиз я купила вот шесть вот таких вот пиалочек они подходят для завтрака ребенку хлопья или себе сделать какие-то небольшие салатики или закуски опять-таки в них маслинки огурчики положить то есть пиалки это в общем-то всегда нужна одну покупку хочу показать это тоже свечи но уже настоящие выглядят они вот таким вот образом в стеклянных баночках закрытые такими деревянными крышками собственно говоря я так их и храню тут написано от всей души чем они мне понравились во первых эти свечи натуральные они содержат эфирные масла первое это лимон а вторая это шоколад еще чем они интересны вы кстати могли их видеть в некоторых моих видео у них вместо фитиля настоящий такой такая лучинка вставлена то есть если вы посмотрите поближе видите у них не фитиль а лучинка горит такая свечка достаточно широко объемно и испарение которые она издает да вот эти эфирные масла когда они начинают испаряться наполняют приятными ароматами всю комнату если уж не весь дом вот я их иногда зажигаясь вместе они совершенно друг друга не портят лимон почти не ощущается он такую легкую кислинку дает а шоколад ощущается достаточно явственно запах шоколада не содержит знаете вот такого дешевого горького какого-то противного привкуса которые обычно сопровождают какие-то ароматизаторы которые вот пахнут шоколадом либо какао очень хорошие и красивые такие свечки и конечно они придают особую атмосферу ужину или обеду не важно даже если на улице светло я все равно иногда их зажигаю последняя моя самая глобальная покупка это вот такая вот коробочка для хранения чая она красиво сделана она сделана из дерева тут написано ти я уже храню в ней чай то есть либо пакетированный либо даже я умудрилась засунуть вот такой вот который шел изначально расфасованный мне очень нравится эта коробочка она как-то такое знаете благородную атмосферу что ли кухне придает тем более что у меня периодически меняются вещи которые стоят именно на столешнице например на новый год я ставила такие чайник сахарницу конфетницу и подсвечник с маленькими гномиками таком в рождественском оформлении сейчас у меня стоит вот такая коробочка для чая и плетеная корзинка в виде уточки тоже шоколадно-коричневого цвета и также из бересты сделанная тоже корзиночка для конфет поэтому они вроде как вместе создают такую коричневую бежевую золотистую композицию и смотрится в принципе все они все мои небольшие покупки для дома пишите что покупаете вы для дома может быть что-то делаете своими собственными руками мне будет интересно прочитать ваши комментарии подписывайтесь на мой канал если вам понравилось всего самого доброго и пока 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 пока